13 июля 14 год Харьков 15.59 по Киеву 16.00 Бизонсцена такая. Из-под памятника Ленина выдавили людей с красными флагами, оттеснили их в сторону. Были они часа в три вместе под памятником, вместе с патриотическими силами, разделенные кордоном милиция. Сейчас уже так. Периодически с одной стороны кричат фашизм не пройдет, с другой стороны кричат рашизм не пройдет. Все это сливается в общих отношениях. Я не могу различить крики одних от крика, а других практически невозможно. Сегодня никаких, по крайней мере по соцсетям, никаких оповещений флагмата. Вот тебе, пожалуйста, еще. из чего-то новенького. Я, по крайней мере, раньше натовского флага здесь не видел никогда. Может и был, я не замечал. Может не попадал просто. По социальным сетям никаких оповещений о сборе на площади сегодня не было. Даже наоборот. Ух ты! Йосиф Писсарионович! Как живой! И его сами шевелят. Ну, это рабочая партия, что там, Украины, нижняя строчка никакая. Марксистско-ленинско. Опачка. Все, в визоре просто плохо мне тут. На экране будет удобнее, конечно, читать. Ну, все в золоте. Рабочая партия Украины. Ну, молодцы. Отставила свои. Хоть триколора мне вижу. И то, слава тебе, Господа. А то прям кощунством каким-то он это выглядело. В воюющей с Россией стране. Видеть флаги страны, оккупировавшей часть территории Украины. Ну, просто, как говорил, маразм. Вот у нас, кстати, об оккупированной части. Флаг крымских татар. Я, честно говоря, даже не знаю, кто с этим. Меджлист крымских татар или, ну, по крайней мере, точно. Прямое отношение к крымским татарам. Этого флага. Прямое отношение к крымским татарам этот флаг имеет. За это я ручаюсь. Посмотрим, как дальше развиваться события будут. Я же говорю, учитывая то, что не было оповещения в социальных сетях о сборе на сегодня. И вообще обычно собираются проукраинские силы возле памятника Шевченко, который в том направлении метрах в 300 от сюда. А сегодня вот уже решили выдавливать, наверное, пророссийские коммунистические, сепаратические силы с главной площади города. Поэтому здесь. Да, наоборот даже говорили, что пока идет антитеррористическая операция. Все активисты сейчас развозят продукты военным, как-то помогают. То есть мало кто в городе остался. Но тем не менее люди собираются.